Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы разговариваем о нашей православной вере самыми простыми словами. Продолжается рождественский пост и несколько передач назад мы начали разговор о нравственном богословии. И вот сегодня в нашей передаче хотелось бы поговорить о том, что есть такое нравственность, как категория. Поговорим мы об этом с нашим православным экспертом, с нашим гостем, клириком Сретенского храма, протеерей Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, дорогие друзья! Вот действительно, мы живем в эпоху интересную. Историк был такой замечательный с фамилией Махнач. Он говорил о том, что мы живем в эпоху затертых слов, затертых смыслов. И действительно, мы употребляем часто различные слова, а смыслы их уже давно не понимаем. И вот действительно, очень важно, мне кажется, о некоторых словах, о некоторых смыслах людям периодически напоминать. Поэтому, мне кажется, очень важный сегодня разговор о нравственности. Тем более, что этот термин сейчас крайне размыт, расплывчат. Каждый его понимает так, как ему удобно зачастую. Давайте разъясним для наших телезрителей, для наших слушателей, что же такое нравственность в понимании христианского богословия, православного богословия. Ну, действительно, правильно отметили, что сейчас сложность со смыслами. Слов много, а смыслов не хватает, скажем так. Но если говорить о этимологии, то есть мы используем несколько слов. И зачастую сталкиваемся с тем, что даже, скажем так, в экспертном сообществе, в СМИ, еще где-то используют, может быть, не совсем корректно. То есть вот есть несколько слов, которые у нас часто используются как синонимы. Нравственность, мораль, этика. Иногда через запятую. Мы говорим аморально, безнравственно, неэтично. Самое интересное, что с точки зрения этимологии эти слова действительно одного корня. Нрав славянский, мос морис латинское – это тоже нрав, обычай, порядок, устой и так далее. Через запятую. Но и этос, от которого происходит этика, это тоже нрав обычай, некая модель поведения. То есть с точки зрения этимологии происхождение очень близкое. Но все-таки такое более точное, корректное употребление этих слов, конечно, вносит определенное развлечение. То есть вот нравственность и мораль все-таки чаще можно, наверное, употребить как очень близкие слова. Вот это некий, ну, я бы сказал, набор моделей поведения, который формирует все отношение человека к себе, к окружающему миру. Если говорим о религиозном, в том числе и к Богу, вот, приносит в жизнь человека какие-то такие целеполагающие смыслы. А вот этика, когда мы говорим, да, этика – это уже рефлексия на тему мораль. Когда мы, то есть, ну, я попытаюсь объяснить разницу, да, у нас просто о вере, простыми словами. То есть когда человек живет, у него есть некий набор, действительно, у каждого, да, свой. Некий набор принципов, да, каких-то максим, как говорил Кант, да, никаких образов поступания. Это может быть от воспитания из семьи, из школы, из церкови, из той общины, где человек воспитывался, из религиозной. Вот. И если человек просто так живет, потому что он так научен, не задумываясь, да, то есть, ну, может быть, просто для человека этого достаточно, да. Если человек просто знает христианские нормы поведения и им следует, может быть, даже не всегда рефлексирует на их тему. То есть для него лично это достаточно, да. Да, а нравственное богословие, и, так сказать, это уже та дисциплина, которая пытается осознать, почему. Почему так можно, так нельзя. Почему так положено, так не положено. Почему так принято, так не принято. Да, и то есть не каждый обязан быть, скажем так, нравственным богословом. Вот, то есть для самого человека может быть достаточно жить так. Если это искренне, если это он в этом его, так сказать, органичное пребывание. То есть это как раз вот нравственность, мораль, набор, то, чем человек живет. А вот когда человек попытается осмыслить, почему он так живет, да, то есть вот, Почему у меня так, почему так положено? На чем это основано? На писании, на предании, если мы говорим. То есть это уже рефлексия. И это уже этика. То есть можно сказать, что совсем просто это формулируется так. Этика — это наука морали. То есть есть мораль, как некая модель поведения, и есть этика, как уже... Этика — это философская дисциплина, да? Ну, аналог ее в христианском богословии — это нарастное богословие. То есть вот философская этика, нарастное богословие, в общем-то, очень близкие и часто пересекающиеся вещи, когда мы в семинаре обсуждаем эти вопросы, Мы постоянно обращаемся и к не только христианским источникам, прежде всего, к Святым Отцам, к Писанию, но мы привлекаем, да, то есть и античную этику, которая очень много дала для христианского нравственного богословия, даже хотя бы начать здесь вот сконцентрироваться только на понятийном аппарате. Все слова, которые мы используем, там, добродетель, совесть, это все слова, не придуманные христианами, то есть не нужно тоже так думать, что до христианства все человечество было совершенно так аморальным и понятия не имело о добре и зле, то есть наработки были очень серьезные, и мы знаем, что античная этика такая, это очень почтенная философская область знания в античности, и, то есть, когда христианство пришло в мир, по крайней мере, да, грекоязычный, то этим понятийным аппаратом оно вполне себе очень широко пользовалось. И пользуется до сих пор. Все эти вот термины, у нас даже разделы нравственного богословия, да, они вот от этих греческих терминов, то есть вот арте, добродетель, то у нас аритология, тучение добродетель. То есть это вот. А вот упомянули Канта с его максимумом, да, у него есть, я уже как-то в одной из передач тоже его цитировал, упоминал, для него есть доказательство бытия Бога, да, он говорил так. Две вещи доказывают мне, что Господь есть, это звездное небо над головой и нравственный закон внутри человека. Вот в этой связи хотелось бы несколько подробнее поговорить именно об этом нравственном законе. Если этот закон вложен в человека Богом и получается вложен он изначально, то как мы разрешим то противоречие, что, ну, например, есть для людей откровенно безнравственные поступки, которые, ну, в общем, их зачастую не коробят. То есть, ну, например, мы переносимся там в какие-нибудь дикие племена, вот, и там существует вполне себе, естественно, каннибализм. Или там, если мы переносимся в прошлое, да, человеческие жертвоприношения. Почему вот, если в каждого человека, то есть, получается, мы убираем национальный признак, религиозный признак, да, то есть вне того, вне всех этих признаков, изначально от рождения Богом вложен в человека нравственный закон. Почему тогда настолько разнятся нравственные поступки у людей? То есть, и это оправдывается каким-то образом? Я попытаюсь ответить, попытаюсь уложиться, потому что, на самом деле, это тема у нас ни одного лекции, ни одного семинарского занятия в рамках курса семинара нравственного богословия. То есть, вообще, христианство исходит из того, что действительно нравственный закон есть. Почему мы пока оставляем, как вы правильно сказали, оставляем за рамками, собственно, религиозную составляющую, не берем, собственно, скажем так, откровенный закон от Бога, исходящий, то, что в Писании, в Ветхом Завете, в Новом Завете, есть такое учение о естественном нравственном законе, естественном смысле естества природы. То есть, то, что, как вы сказали, заложено Богом в человека, причем именно что в каждого, да, то есть просто потому, что человек человек, а не потому, что он православный, буддист и кто угодно. Просто притворение человека, как некий обязательный элемент, скажем так, образа Божьего в человеке. То есть человек без этого, вложенного в него нравственного закона, минимального какого-то. Это, конечно, минимальный еще уровень нравственности, не знаю, что его не надо развивать, но какой-то минимальный базисный уровень в человеке говорит христианство за ложем. Причем, когда мы говорим о христианском богословии, мы должны понимать очень четко, что все-таки это богословская дисциплина, и она не может что-то постулировать, исходя только из, не знаю, там, из собственных представлений или из наблюдений. То есть это должно быть священно-описание. То есть священно-описание нам говорит о наличии такого закона или нет? Говорит. То есть самое место, которое мы чаще всего разбираем, это вторая глава послания посла Павла Кремлина, где он в 14-15 стихах говорит, что если язычник, не знающий закона, никогда не открывавший закон Моисеев, не читавший 10 заповедей, делами своим показывает, что он живет по этому закону, то есть он не полюбодействует, не ворует, не убивает, не засвидетельствует. То есть он живет по заповедям, когда, может быть, не читал никогда этот деколог. То, по мнению апостола Павла, такой язычник показывает, что закон написан у него в сердце. То есть он этим свидетельствует. И более того, там чуть дальше есть такая фраза, которая для современников апостола Павла, для иудеев, которые считают, что иудеи — это исключительная ситуация, исключительный народ, их просто коробило. За что они его как, действительно, ну, во-первых, предатель, во-первых, отступник веры отечественной, во-вторых, он еще такие вещи говорил. Он говорил, что вполне допускал, что вот такой язычник осудит иудея, знавшего закон, но не исполнявшего. Язычник, который не знал, но исполнял. То есть для иудея это тоже было очень... То есть апостол Павел как раз за эти все границы выходит. Он как раз и говорит о том, что даже язычник, никогда не открывавший Писание, собственно, доступный только единобожникам, монотеистам и иудеям, но когда он делает так, он показывает, что закон у него в сердце. И тут встает вопрос. С одной стороны, по апостолу Павлу такой закон есть, и он вложен Богом в каждого человека. И совершенно правильный и логичный вопрос, как же так получается, что мы не всегда видим это в наличии существующей реальности, по факту, не всегда. Потому что этот закон — это некий минимум, то есть это некий общий знаменатель. Если мы попытаемся вывести общий знаменатель нравственности и сказать, что он должен быть в общее всего человечество, мы столкнемся с тем, что да, действительно, причем сейчас мы не говорим об отдельных личностях. То есть если вот есть народ, в котором эти законы действуют, но кто-то один, это всегда может быть, это такое отклонение, девиация какая-то. Вопрос личного выбора. То есть человек может, скажем так, выбиваться из общего. Но мы говорим как раз о ситуации, когда целые народы, целое сообщество, и я бы, может быть, не уходил так далеко в каннибализм, относительно недавно попалась мне статья о полинезийском премии, как раз Папуа, Новая Гвине, охотников за головами, известная премия. У них добродетели считаются доблестью головами, принести голову в дом. То есть юноша становится мужчиной, когда он приносит голову в дом. Причем самое парадоксальное, что это не обязательно, это будет война или открытый честный бой. Можно подкараулить, отрезать, значит, голову, принести, и все это некая инициация, тут и теперь мужчина. И потом они эти черепа, когда-то, значит, отрезанных, значит, голов, своих рук, они хранили всегда. У них это почетно, в доме, около очага. Потом, правда, и вот там интервью со старичной этого племени, который помнит еще времена, когда был хорошо и свободно, а сейчас, говорит, плохо, пришла белая администрация, уж очень они против вот этих всех наших традиций замечательных, значит, народных. Вот. Приходится, мы, говорит, сейчас даже эти черепа не храним дома, мы их, говорит, в лесу где-то там специально места прячем. А раньше это было просто доблесть такая на виду. И вот там очень характерно интервью. То есть у него спрашивают, ну, как же так вообще? Как это вообще возможно? И он говорит очень важные вещи. Вот, когда мы себе ставим вопрос, вот эти люди не знают этого элементарного минимума, которое заложено Богом, что убивать плохо. И поэтому, то есть, это тогда будет, значит, какие-то необычные люди, они выпавшие из Божьего плана, но в них нет этого закона. На самом деле, они все прекрасно знают. Вот, вопрос только в очень четкой и жесткой ориентации свой-чужой. Своих нельзя. Понимаете? Там не то, что нет этих, они есть. Вопрос, на кого они распространяются. И когда его спрашивают, а кому, по вашему мнению, как вот у вас принято, кому лучше свою голову отрезать? Чья голова как бы? Ну, конечно, белому человеку. Я спрашиваю, почему белому? А он искренне удивляет, ну, как, они же такие необычные, не похожи на нас, мы почти не люди. Для них белые, как инопланетяне. То есть, идеально, конечно, меньше всего угрызения совести, потому что, да, то есть, ну, это как животное бить на охоте. То есть, ну, то есть, это система ориентации свой-чужой. И потом, говорит, ну, с белыми тяжело, понятно, что они редко забредают в этих жунгах, рискуя потерять голову. Там, кстати, пропал где-то один из Рокфеллеров, молодой путешественник, известно, прям, возможно, где-то там его голова, значит, хранится. И, ну, потом мы идем, чем дальше, тем лучше. Чем более человек чужой, тем спокойнее у него можно, извините, отнять голову. То есть, и это и с практической точки зрения, когда ты пошел в соседнее племя за реку, да, тебя могут выстрелить, потом придут, извините, накажут, да, то есть, они идут подальше. То есть, вот, это некая четкая система таких концентрированных кругов. Чем дальше, чем человек чужой, тем на него менее распространяются вот эти законы. И самое парадоксальное, что меняется вся ситуация только в христианстве. Только христианство, провозглашаясь, что для человека нет своего и чужого. Нет во Христе ни иудеи, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. То есть, все ветхозаветное человечество — это эпоха построения большого количества перегородок между людьми. И когда я читаю Евангелие, у меня одно из самых главных ощущений от Евангелия, что это поток такой свежей воды, который сметает все это безобразие. То есть, для меня, как для христианина, для любого нормального христианина, нету двойной нравственности. Вот для своих вот такая нравственность. Для своих есть заповеди, которые я соблюдаю и строго придерживаюсь этого. То есть, вот для этих же людей у них нельзя своего вот так убить или ограбить. Это преступление, вот это они понимают. Это преступление, как же, от своего. А вот не своего уже можно. Вот это вот развлечение на своего нравственной западе распространяется, но чужого нет. Это уже проблема не Бога, это не Бог такой, что это проблема людей, которые поднастроили, начиная с Вавилонского столпотворения. То есть, вот очень сильно разделились, каждый стал жить вот буквально, как многие народы, они, если разделены, если живут не на равнине, да, это историки говорят, по-разному народу формируется. Вот русский народ и вообще славянский народ, они формируются как-то все-таки в некой большей общности. Хотя сначала тоже были разные группы племенные, но все-таки мы потом объединились. Возьмите там каких-нибудь испанцев, в которых каждый в своей горе живет, очень гористый месяц, до сих пор они не стали единой нацией до конца. Для них живущие соседей, для них галисийцы вообще непонятно кто, из которых франко присоединили не совсем испанцы. Там каталонцы, тем более, там вообще отдельная история. Валенсийцы, все эти, значит, андалузийцы, это до сих пор не единые, у них языки разные. У них указатели в каждом регионе на нескольких языках. И вот люди это все строили, и самое страшное, что тот закон, который Богом заложен в человека, он стал распространяться просто не на всех. То есть к своим я да, к своим я не уби, не укради и так далее, и так далее, не засвидетельствуй, а к чужим, ну они же чужие. И самое главное, что мы это видим даже на уровне Ветхого Завета. То есть даже Ветхий Завет еще не дорастает до абсолютной, до такого христианского универсализма. То есть все знают, что в Ветхом Завете проговорены одни из самых ключевых фраз, там, это, и некоторые спрашивают, а какая новизна Нового Завета, что такого нового принес Христос, потому что еще до Христа в Ветхом Завете было сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Казалось бы, все. Но это то, что мы говорим, это некий верх христианской нравственности, да, возлюби ближнего, как самого себя. Но это было сказано в Ветхом Завете. Вот для понимания нужно дочитывать все фразы до конца. Вообще Писание желательно как-то, не цитату, а вот в контексте. Там очень интересно сказано. Вот конкретно в этой фразе в Ветхом Завете сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя, забитая, ибо он плоть от плоти твоей, из народа твоего. Речь идет о своих. То есть мы понимаем, что иудеи, да, они своих, да. То есть на своих распространялись абсолютно все западные и диколога, вообще вся тонарственная глубина содержания, которое есть в Ветхом Завете. А к чужим мы понимаем, что иудеи так, ну, по-разному, скажем так, и относились. Хотя есть в Ветхом Завете тоже хорошее указание, там, даже не обижая и чужака, и так далее. Но все равно. То есть это до какого-то определенного предела. Все равно ощущение свой-чужой и в Ветхом Завете сохраняется. Есть свои, а есть самаряне. Все говорят, мы это очень хорошо видим. Христос с этим сталкивался, с этим боролся. То есть есть мы, верные, а есть самаряне, тем более язычники, вообще непонятно кто. И, соответственно, ну, несколько разные отношения. Вот мимо своего бы, допустим, точно знать, что это свой, не прошли бы священник и левит. А когда это непонятно кто, когда они проходят. То есть почему, вот мы вспоминаем эту притчу, когда прошли мимо лучшие представители израильского народа, священник, левит, и только чужак помог этому человеку. В Евангелии нет ни одного лишнего слова. Там такой ключевой момент, когда его избили разбойники этого человека, попавшего в беду, они его раздели и оставили умирать. Раздели. Никак по-другому тогда на Востоке не отличить этническую принадлежность. То есть, идя из храмов в ощущение этого облагодатственного состояния, прикоснуться, возможно, к тому, кто, во-первых, возможно, мертв, это уже оскорнение, еще и непонятно кто. Может быть, это не иудей, не свой. То есть это перебороло в этих, в общем-то, неплохих людях, наверное, ощущение этой ритуальной чистоты, решили не оскверняться. То есть и самоленин, которому было это, в общем-то, он сам знал, что быть такой, быть чужаком, быть изгоем в этой системе координат. То есть это вопрос, потому что нравственный закон есть во всех. Просто во многих сообществах, чем архаичнее, тем более, да, они, там очень четкая система, тот координат свой, чужой. В христианстве ее нет, в принципе, вообще нет. То есть вот эти все притчи, Христос постоянно, настойчиво говорит об одном и том же. Нет своих и чужих. Свой для тебя каждый, кто в себе нуждается. Все. Да. Но и в этой связи, конечно же, нам на этом надо сделать особый акцент для тех, кто нас слушает, особенно те, кто считает себя православными христианами. Это у нас тоже. Потому что у нас, да, действительно, с этим в первую очередь люди сталкиваются, когда только-только переступают церковный порог. Оказывается, в церкви тоже есть свой, чужой. Вот. Ты впервые пришедший, мне не знакомый, ты автоматически становишься чужим. Ну вот мы уже, в частности, сказали о том, с неком равенстве слов нравственности мораль. Все-таки хотелось бы подчеркнуть, сейчас-то это одно и то же. Или действительно у нас как-то иначе воспринимается. Почему мы говорим тогда морально-нравственный закон, когда получается это масло-масляное, некая тавтология? Вот каково вот соотношение вот в данной, ну, современной действительности? Или же это вот действительно просто разница терминов слов и... Часто разница, это правда, часто просто разница терминов слов, но наиболее, вот скажем так, в общественном таком преломлении, в общественном сознании, наиболее потребимое, наверное, слово мораль. Это некое такое, все-таки, слово мораль передается больше такой социальный статус, социальный характер. Это некое, ну, скажем так, по нравственности часто подозревают как-то личные какие-то качества, там, добродетельность, частоту и так далее, а под моралью некую систему, скорее, социальных. И говорят о морали каких-то групп, в первую очередь, общепринятая мораль. То есть общепринятая нравственность уже так не совсем скажет. Это оттенки, конечно, все-таки, поэтому действительно иногда масло масляное. Но как оттенки, да, то есть нравственность это все-таки что-то, это и наше слово наиболее близкое, славянское, это что-то, что вот внутри интимно и глубоко. А мораль, когда хотят подчеркнуть некую общепринятость, некий социальный статус. Вы еще упомянули в разговоре о естественном законе, что есть некий откровенный закон, да, то есть то, что открыто Богом, а Ветхий Завет нам примерно понятен. Какое вот, какое откровение мы можем увидеть в Евангелии? То есть в чем заключается именно христианский закон, именно откровенный? Не тот нравственный, который вложен от рождения, а что вот Христос кроме объединения людей сообщает? Ну, вообще, надо сказать, начать с того, что вообще, что это такое за разделение, понятно, что оно существует только для верующего человека, для христианина, да, для, скажем так, человека внешнего, то, что есть в Писании, это не является богоотковенным законом, а тоже один из вариантов человеческой тоже мудрости, даже если человек как бы лоялен, да, то есть он говорит, ну, вот это такая человеческая мудрость, там, евреи написали, придумали, потом позже, там, сказать, ученики Христа, вот, а для христианина все-таки это закон, идущий непосредственно сверху, свыше. И мы, то есть различаем вот эти два закона, причем, казалось бы, это некое условие. Зачем? Не достаточно ли Богу было, и вот этот вопрос, не достаточно ли Богу было вложить в человека некую, скажем так, ну, систему координат, некие элементарные принципы, и все, человек бы жил, руководясь ими, и мог бы поступать достойно, да, и, собственно говоря, этого было бы достаточно для его жизни. Так вот, с самого начала вся история человечества, как она изложена, по крайней мере, для христиан, в Писании, она показывает, что нет, и Богом изначально было задумано двойное такое воздействие, потому что нравственный закон внутренний, да, все равно он не может быть, как бы, вершиной абсолютной нравственности, потому что это всегда, все равно человеком воспринимается, как что-то, идущее из тебя, изнутри, с этим человек где-то легче договаривается, мы про совесть поговорим, да, то есть закон, идущее, который бы человек воспринимал, как это непосредственно закон Бога, и относился к нему соответствующе, то есть с которым нельзя договориться, то есть с заповедением Божьим нельзя спорить, нельзя, так сказать, как-то вот с собой еще можно, там, как-то в себе, то есть, поэтому в себе голос нравственного закона, да, и здесь часто ставят знак равно со словом совесть, да, то есть голос совести, голос нравственного закона, того, что это изнутри человека, с ним человек, вся история человечества, это история того, как человек учился договариваться. И заглушать иногда, к сожалению. Это так. Вот. А то есть вот как бы непосредственно авторитет, стоящий выше человека, он тоже был нужен. Кстати, о Канте, у которого все замыкалось внутри, кто-то сказал из тех, кто исследовал философию Канта, что она не выходит за пределы черепной коробки человека. Она там вся. И вот при всей стройности, при всей удивительной красоте этой системы, да, это одна из величайших таких нравственных систем, там не хватает стоящего над человеком авторитета, то перед человеком мог бы благоговеться вот именно в нравственном смысле. Там Бог не отрицается. Но вот все-таки в области нравственной человек автономен. Почему он за автономный этика Канта? Вот там не хватает стоящего над, с чем нельзя договориться, перед чем можно только благоговеться, стараться стремиться, расти. Вот для этого роста, для того, чтобы растить свой внутренний закон, вот его можно оттачивать, да, и, так сказать, его не то, что оттачивать, он как бы те установки, которые он дает, они неизменны, а вот его функционирование в человеке. И вот для этого был нужен, для возрастания внутреннего закона, был дан внешний, как воспитатель. То есть об этом говорят, если говорить о персоналиях, вот один из, мне кажется, на данный момент лучших профессоров в этом деле, у нас был в начале 20 века в Санкт-Петербурге профессор Бронзов, профессор по карьере наше благословие. У него очень интересные лекции. Они сейчас редкость, они изданы были методом стеклографии, и там сами ученики сразу там, то есть в количестве 50 экземпляров. То есть у нас один из экземпляров есть в семинаре, это очень большая редкость. То есть 50 экземпляров для себя, как бы, издали? Такой там, кто-то очень каллиграфически писал, потом в 50 экземплярах размножен. Так вот, он там очень интересно приводит мысли. Дело в том, что мы видим, что человеку сразу дается оба закона, и внешний, и внутрь. Внутрь претворений, как в этом верят христиане, человек был создан не пустым, не нейтральным, не лишенным нравственного содержания. Но в то же самое время Господь же дает ему заповеди. Вот он ему еще до грехопадения, мы можем сказать, что после грехопадения закон исказился, ему понадобилось, да, Богу понадобилось человека особо воспитывать. Но ведь заповеди элементарные несколько даются человеку Богом до грехопадения. Хранить, возделывать рай, плодиться, размножаться. И самое главное, одна запретительная заповедь, первая заповедь поста, да, то есть вот не вкушать одного из древ. И это говорит как раз о том, что без внешней воспитывающей силы, то есть вот этих заповедей, ведь тогда это еще не было записано, это устные заповеди Бога человека, но это и есть внешний богоотковенный закон. То есть он был, видимо, необходим всегда человеку. Спасибо, батюшка, за очень интересную содержательную беседу. Время нашего эфира подходит к концу. С вами мы прощаемся, дорогие друзья. В следующей передаче обязательно продолжим этот интересный разговор. До свидания, храни вас Бог, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok